Поднять курицу и слегка расправить ей крылья. Какие ценности у этих людей? Ценности. Человек не знает своих ценностей? Мне кажется. Думаю, что нет. Леонид, добрый день. Очень рад вас видеть. Здравствуйте. Взаимно. Знаете, у меня такой простой вопрос на самом деле. И мне кажется, что сегодня он, наверное, имеет определенное значение. А связан он с понятием ценности. Потому что многие авторы утверждают о том, что поведение человека во многом определяется его ценностным рядом. И это единственное, что мы можем наблюдать. И, соответственно, если человек что-то хочет в себе изменить, то ему нужно как-то разобраться со своими ценностями. Ну, вот первый вопрос. Действительно ли, на ваш взгляд, это такая есть прямая связь между поведением и ценностями? Думаю, что нет. И я, вы знаете, о чем мне сейчас интересно думать, начну чуть-чуть издалека. Вот есть такой известный гипнотический феномен, когда берут курицу, ее не очень, так сказать, не болезненно, но сжимают, чтобы она была неподвижна. И кладут на пол, и около ее носа проводят черту мелом. Курицу отпускают, и она не двигается. То есть она, видимо, считает себя привязанной. Или находится вот в таком своеобразном шоке. И так далее. Вот зададим себе вопрос. Какие ценности в этот момент у курицы? И как они изменились? И это один из таких феноменов, так сказать, гипноза, каковых намного. Или вот, например, существует такая вещь, когда человек получает некую информацию в таком приподнятом энергетическом ключе, его как бы накачивают энергии и присоединяют его к какой-то большой совокупности людей. Ну, этот феномен без всяких, собственно, намеков на какую-то привязку там. Ну, люди маршируют, или они часами слушают какую-то приподнятую вещь. И сама по себе вот такой невербалик, а темпо-ритм, ощущение, так сказать, накаченности, совместности, правоты и некой абсолютно ситуативной ясности, абсолютно, вероятно, не связанное с содержанием, которое при этом проводится. Это другой феномен гипноза. Какие ценности у этих людей? Их ценность в этот момент была. Принадлежать к, быть частью чего-то, верить в этот энергетический поток, ощущать себя, ощущать себя, вот, ну, некую частицу всемогущества, которое им передается, связь с правильным человеком, идентификация с какой-то локальным состоянием. Это не ценности в том смысле, что там люди думают, анализируют, отстраиваются и так далее. Это некий, вот, каковы ценности в данном случае? Это ценность принадлежности и захватывающей невербалики и темпо-ритма. Вот у нас есть некий феномен, когда, так называемый double bind, как говорят психологи, когда там мама говорит ребенку, там, ты самое дорогое, что у меня есть, такой ему посылает месседжер, но сейчас я очень устал, а мне некогда, отойди от меня. И ребенок получает довольно часто вот два таких мессенджера. Противоречивающих друг другу. Противоречивающих друг другу. Фактически друг исключающих, но систематически одновременно. Это считалось одним из факторов, способствующих, провоцирующих всякие шизофренные расстройства, когда человек как бы находится одновременно вот в таких двух сферах влияния и не может понять, какая из них истина. Вот где его ценности? Вот независимо от того, что он декларирует рационально и сознательно. Вот другой феномен фактической гипнабельности заключается в том, что человеку часто как бы спокойно, повышенно методично, в такой гипнотической манере подают тоже некоторую информацию. И сама форма подачи, вот некоторая вязкость, уравновешенность, такая интонация, идущая вниз каждой фразы. Трансовая такая, да? Покой, трансовая, трансовая. Создают у него соответствующее повышенное доверие, трансовое состояние. И, в общем, это является его ценностью. То есть быть вот в этом состоянии. Для меня это еще один пример того, что ценности отнюдь не только рациональны, не только интеллектуальны. Или человек, так сказать, получил некий ранний импринтинг. Например, он получил импринтинг какого-то травматического опыта. Старые правила перестали действовать. Новые правила не ясны. Есть высокая степень растерянности окружающих. Окружающие, будь то ребенок или взрослый, действуют одновременно с попыткой защитной повышенной уверенности и с очевидной растерянностью. И вот эта растерянность и уверенность, они как бы тоже существуют вместе. И тоже такой феномен, при котором человек попадает в такое импринтинговое поле, при котором старое расшатывается. То есть он опирается на некие рэперные точки, которые оказываются довольно случайными и устойчивыми в данных обстоятельствах. Ну, там, не знаю, для многих 90-е годы. Ну да. Предположим, это какой-то феномен, при котором существовал какой-то условный Таджикистан в одних правилах. Потом вдруг он оторвался. И возникли другие правила. Опять же, не рассуждая, там, бандиты ли пришли, или местные баи пришли, или какая-то армия там осталась и так далее. Какие в этой ситуации ценности у человека, который не только думает или не только ориентируется. У него есть некие ценности, его ценности – это получить определенные рэперные точки. Те или иные. Кто громче кричит, или кто предлагает более белую булку, тот и является носителем внутренне закрепляемых ценностей. Вот я думаю о разных феноменах, при которых на так называемые ценности человека влияют такие паравербальные, парасмысловые факторы. И таких факторов много. То есть в сегодняшнем мире, переполненном различного вида информации, человек находится в неких индукциях разных ценностей, не только таких логистических, реальных и так далее, а вот неких влияющих на него потоков такого фона. Причем одновременно. Да, фона. Ну или, предположим, что другой пример, человек попал на необитаемый остров. Робинзон Круза, условно. Или какая-то община, которая изолировалась от общего влияния. Вот есть некий пастырь, вера, правила и так далее. Некая запнутая среда. И основа этой среды, этого сообщества, то, что вот их ценности истинные, а все остальные ценности, они второстепенные и обманчивые. Это не вопрос, опять же, рациональных выборов. Это вопрос принадлежности и определенной отгороженности от слишком сложных феноменов. Ну, да. Этот список, примерно, можно было продолжать, но суть в том, что, на мой взгляд, мы очень переоцениваем роль ценности как чего-то, что человек декларирует. Человек декларирует одно, и он в это верит. Но мы можем увидеть, чем это сформировано и как при некоторых граничных условиях вывести его из вот этого вида гипноза. Поднять курицу и слегка расправить ей крылья, похлопать ее, если человек пошутит с ним, приласкать его. Потому что мы говорим о том, что так называемые ценности легко регрессируют до внутренних состояний. Я для себя тут кое-какие зарисовки делал. И получается, что мы допускаем, что у человека есть какой-то ценный снаряд. И без какого-то, условно говоря, сильного воздействия внешнего или внешней среды, он может опираться на него, понимая, что он все равно находится в поле каких-то воздействий. Но в целом, как сказать, это условно нормальная жизнь какая-то. Но в какой-то момент получается, что при воздействии на него мощных каких-то источников информации, влияния других людей или еще что-то, ценный снаряд может перестраиваться и приоритизация ценностей может меняться. Соответственно, автоматически меняется его поведение. Может ли человек этим управлять осознанно или у него нет шансов? Первое. Человек не знает своих ценностей. Второе. Декларации ценностей не являются ценностями, а являются некой временной переменной одежды по своей природе. Третье. Мир далеко не так рационален, как привычно считать. Средневековье, как жанр, не отступило и не побеждено, а периодически наплывает опять. И существуют некие вредности повышенного рационального мышления. То есть, в частности, склонность абстрагировать, выделять некие обобщения, формулы и так далее, ведет к некоторой потере связи с реальностью и с теми ценностями, которые находятся внутри человека. То есть, попытка быть рациональными и двигаться путем понимания и абстрагирования – это еще один феномен гипноза и потери своих ценностей, в которые человек впадает. Возникает самый простой и первый вопрос. А можно ли человеку узнать свои ценности и как это сделать? Да, но для этого нужно согласиться с тем, что декларированные ценности – это всего лишь некая вершина айсберга. То есть, например, вот опять такой не философский, а сниженный пример. Девушка выросла в ситуации, при которой родители формально не разводились, но жили как собака с кошкой, друг на друга не смотрели, старались минимизировать свое общение и обращались к ней по принципу скорее обесценивания и того, что она не доделала. Девушка выросла и очень хочется иметь свою семью. Ее ценностью, декларированной, является иметь хорошую семью. Но у нее нет другой модели, потому что ее внутренняя модель, модель ее закрепленных ценностей, можно сказать так. Она такова. И ее выбор фактически является следующим. Или иметь дисфункциональную семью, но семью с детьми, с неким социальным прикреплением и так далее. Или быть неправильной и жить отдельно. Вот где ее ценности? У нее есть борьба ценностей. С одной стороны, в нее там впечатано от бабушек и дедушек, что не так хорошо быть замужем, как плохо быть не замужем. А с другой стороны, она не хочет, она не может вырваться из того, что сидит внутри нее. Потому что она там десяток тысяч раз получила представление о том, что такое семья, но семья дисфункциональная. Где ее ценности? Декларативные в одном месте, фактические в другом месте. И ее перцепция, ее восприятие будет таково, что она будет видеть множество доказательств у других разных видов дисфункциональности и практически не будет встречать или в меньшей степени будет встречать реально функциональные семьи, в которых ей бы хотелось быть. Удивительно, конечно. Вот в процессе нашего разговора я услышал там впечатано импринтинг, да, то есть это такие психологические термины, отчасти формирующие человека в раннем возрасте, в процессе его возрастления. Есть ли какая-то возможность осознать это и попытаться исправить, опять же, на уровне ценностей? Конечно, есть. Но в данном случае мы начали разговор с того, что ценность, есть некая константа, есть нечто, чем человек полностью управляет и что может починить. Вот вы едете на машине и она хорошо отвлажена, и вы умеете ей управлять, но вы не можете ее починить при этом. Зачастую. Или у вас есть машина, но вы не умеете ее водить. То же самое с ценностями. Они у вас могут быть, но вы не знаете, как ими пользоваться, вы не знаете, как они устроены и прочее. Человек, оказавшись на вершине цивилизации, он получает готовые пакетами многое, еду, машину и так далее, в том числе ценности. Не факт, что он умеет этим управлять, не факт, что он умеет это чинить. Ну хорошо. И в общем-то, средний человек может не знать, где у машины, в смысле мотора, перед, где зад. Ровно то же самое с ценностями. То есть получается, человек не знает, даже если знает, не умеет управлять, и даже если, условно говоря, там знает и не умеет особо пользоваться. Человеку, человек, вот если мы проведем такое мини-статистическое исследование и поговорим с людьми, что они понимают под ценностями. Мы получим, я думаю, ответы там типа это инструмент продаж. Мне хотят поговорить со мной о ценностях и там мои мозги прочистить. Пойду-ка я лучше парикмахеру, нам понятнее. Или ценности, это некие философские категории. Да, я в юности увлекался философией и читал про ценности. И так далее, и так далее. Я когда спрашиваю, что такое ценности, они говорят, ну, это какие-то такие главные вещи для меня, которые помогают мне жить, типа семья, там радость, любовь, вот как бы все скатывается к этому. Ну, да, человека научили, что есть вот главные вещи. Есть у психолога такой тест, называется он, там, кто я. В течение 12 минут, дайте мне 20 ответов на вопрос, кто я. Так, как будто вы отвечаете саму себе при этом. И вот идут ответы, первое, там, семья, там, муж, там, сын, любовник и так далее. Вторые, там, еще там как-то и так далее. Наиболее, все это фактически про то, что человек пытается утвердиться, утвердиться с какими-то ценностями. Получается, что ценности не константа, ценности, то, что люди декларируют, не факт, что это и есть ценности. А как тогда докопаться до сути? Может ли простой обычный человек, сам задавая себе какие-то вопросы или используя какие-то простые техники, понять свои ценности? А зачем он понимает свои ценности? Что это ему дает? Хороший вопрос. Если исходить из посылки, что ценности определяют поведение, попытаться, а поведение, по сути, приводит к некому результату в жизни, если вдруг человек захотел поменять свой результат или ожидает получить что-то другое, то есть зайти через это, чтобы было понимание, как и почему я меняю свое поведение на основании чего? Смотрите, Роман, ценности являются вашим конструктом, который вам нравится оперировать. Это конструкт, а не некая реальность. Мы не знаем, есть ли у людей ценности и чем они являются. В моих примерах, можно ли сказать, что ценностью девушки из дисфункциональной семьи является жить, как с кошкой с собакой в семье? Вполне возможно, да? Нет. Если она скажет, что декларативно она хочет иметь хорошую семью, это ее ценность. Она знает, как действовать повседневно. Нет. Она унаследовала свойства обесценивать или она наоборот может быть в процессе, так сказать, объединения резонанса. Где ее ценности? В этом узком смысле. Понимаете? И часто люди замещают непонимание своих «это хочу, это не хочу», непонимание «это я хочу сам» или «это хотела моя мама» или «мой папа», а «я хочу, как они» или «не так, как они». Он замещает общими словами. Лишь бы не было войны. Декларативная ценность. И мы часто видим с вами, что лишь бы не было войны, а люди вполне готовы воевать при этом. Им кажется, что у них есть внедренная ценность, которую они выучили. Начиная от детского сада «мама мыла Машу», «Маша мыла Раму». Вот они произносят эту фразу «мы за мир». Является ли это ценностью? Или это является некой мантрой, которую люди выучили? Удивительно, да. То есть удивительно глубоко можно и с разных сторон на это все посмотреть. А что же тогда может помочь человеку поменять свое поведение, если мы понимаем, что ценности – это очень сложно, очень глубоко, нестандартно, нестабильно и меняется постоянно в воздействии внешней среды? Ну, я думаю, что декларируемые ценности – это некий произносимый монолог, такая считалочка, которую человек произносит в отделе кадров или когда его остановил полицейский и так далее. Это некая его ID, идентификация. Социальная такая. То есть человек говорит то, что от него хотят услышать. И что предпочтительно он и сам с этим согласен и не хочет врать. И не хочет врать. Что здесь является, собственно, ценностью? Для кого-то ценностью… Я думаю, что… Отвечая на вопрос. Я думаю, что все-таки движение начинается тогда, когда человек понимает, что такое диалог, а не система утверждений. То есть, например, он задает себе вопросы, и он уже больше, например, некая совокупность разных субличностей в себе или разных противоречивых вещей. Когда девушка понимает, что у нее есть часть ее, которая хочет быть в хорошей семье, но не знает, как. А у нее есть то, чего она не хочет. Вот она находится на распуте. То, что она не хочет, от этого отталкивается. Туда не хочу. И попадаю в эту ловушку. А то, чего она хочет, тогда она не дотягивается. И вот возникает из нашего примера такая степень неопределенности. Красные ушли, белые не пришли. Ждем, кто придет и будет нас грабить. И это пример вот этой нашей девушки. Которая может мечтать о принце, откладывать свидание, потому что не знает, как себя подать и что надеть и так далее. Мне очень понравилось. Я даже сейчас пытаюсь как-то визуализировать. Получается, вот пример этой девушки это прекрасная такая иллюстрация процесса. То, что у меня есть, мне это не нравится. Я от него отталкиваюсь, я этого не хочу, а то, куда я хочу попасть, я не дотягиваю или не знаю, как это. Есть ли какой-то алгоритм помощи? Условно, уберем от этого, как можно помочь человеку дотянуться туда, куда он хочет? И может ли в этом процессе дотягивания какую-то роль сыграть его ценности? Я думаю, что когда мы с вами ведем с этой девушкой некий разговор, мы для нее актуализируем ту ее, которая про дисфункционал, ту ее, которая про идеализацию и декларацию, ту ее, которая про растерянность, как пойти себе на свидание, ту ее, которая, предположим, считает, что ну типа замуж за принца, может и стоит выйти, пожертвовать собой, но сегодня я так устала, что лучше не ходить на свидание, а, например, отдохнуть дома. И вот мы видим вместе с ней вот эти соживущие внутренние ее состояния, и вот между ними уже возникает некий диалог, потому что нету ситуации, при которой в данный момент выбранное одно из своих состояний является доминирующим. То есть в принципе, как только человек сам благодаря среде, благодаря консультанту начинает диалог, он расстается с декларациями, с чужими концептами и так далее, и начинает моделировать свои варианты развития. Угу. То есть получается способ, который позволяет дотянуться, это желание разобраться в себе, да, какое-то первичное, наверное. Ну, я думаю, что здесь глобально два типа инструментов. Желание разобраться в себе, это некое дискретное рациональное движение. Я думаю, что этому предшествуют некие чувственные примерки. то есть чувственные примерки, не столько логичные, дискретные вещи, как такие аналоговые. Как я себя буду чувствовать, если пойду на свидание? Как я себя буду чувствовать, если попаду в дисфункциональные отношения? Как я себя буду чувствовать, если буду дальше декларировать необходимость всего хорошего против всего плохого? И буду себя бесконечно улучшать. Йога, песни о главном, кружок хорошей люди, молитва и так далее. Мы тем самым сравниваем возможные зовущие к себе миры этой девушки. И это не только рациональный мир, потому что человек остается просто в ситуации понимания бесчувственной примерки, он, скорее всего, собьется и уйдет недалеко. Тогда получается чувственные примерки, такое прекрасное слово, я помню, еще такие, ну, как помните, примерочные в магазинах. То есть ты заходишь и как бы выходишь в новом образе и спрашиваешь человека, с которым ты пришел, ну, как тебе вот это новое платье? Там где-то что-то так, что-то не так. Да, это именно примерочное. Да, примерочное. Сам процесс примеривания в примерочное, он является, на мой взгляд, вполне продвигающим, опознающим, терапевтичным и так далее. Удивительно, да. И сам по себе примерочное, как портал такой некий в будущее. Задернул занавеску, раскрыл, а потом снова вернулся к себе. Получается, что тогда мы как-то вообще, у нас ценности где-то там они остались на заднем плане. Или все-таки в примерочной они могут появляться как новой ценности. Смотрите, вы ко мне пришли с темой ценности. Это ваш инструмент. Это ваш слон, который вы ощупываете с разных сторон. Поговорим о слоне. Для меня это не универсальный зверь ценности. То есть в моей такой осознающей конструкции для меня то, что люди декларируют, не занимает почетного места. не потому, что они врут, а потому, что они покупают плохо примеренные товары для себя, к ним привыкают и с ними живут. Очень классно. Ну, прям вот слово примерочное и примеренные товары. А вы знаете, Леонид, я просто вспомнил один случай. Я был как-то в Непале и нас привели на слоновую ферму. И я удивился, говорю, слушайте, а почему у вас слон такой тоненькой веревочкой привязан? Ведь он ее может порвать. Я говорю, да пойдем со мной. И мы пошли дальше, а там слонята. А для слоненка эта веревочка как бы серьезная. И они там ее дергают, дергают. Первый год дергают, потом успокаиваются. И все. Мы даже веревки не меняем. И получается вот... Это пример с моей курицей. Да, 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 А вот плохо примеренное это да, это классно. получается человек на что-то соглашается и убеждается в этих ценностях. Мне очень понравилось. Я не знаю, я даже как-то немного, знаете, потерял сейчас какую-то особую нить, потому что я получил от вас столько много инсайтов, которые говорят мне о том, что то, что я раньше слышал о ценностях, об инструментах, там как бы ценностный ряд, поведение определяет человека ценности, там куда-то забывается про убеждение еще к тому же, да, там есть еще образ мышления, как-то восприятие. Ну вот в большинстве сейчас вот такой вот я слышу, что вот ценности, 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 ценности как способ осознания себя, как способ изменения себя, а получается, что здесь не так все просто, не так все линейно, не так рационально. И то, с чего мы начали с вами наш разговор с вот этих попаданий там с курицей, там с эмоционального подъема человека, да, он как бы там у него моментально получается, что ценность становится принадлежность к этому, к состоянию вот этого части большого, целого, прекрасного, или наоборот, там, да, желание отторжения. Да, очень интересно. Спасибо вам огромное, мне было очень интересно. Спасибо большое вам.